Всем привет, друзья! Безумно рада здесь сегодня стоять перед вами. Для тех, кто меня не знает, меня зовут Ира. И прямо сегодня мы начинаем новый марафон реформа. В этом марафоне мы уделим особое внимание стопам. Буду вам давать упражнения на мобильность тазобедренного сустава. У кого есть завал плеч, будем раскрывать. У кого худое телосложение, но здесь выпирает все равно живот, будем его убирать. То есть этот марафон не только про то, чтобы снизить вес, но и улучшить качество вашего тела, как внутри, так и снаружи. Интересно? Давайте дальше расскажу. В этом марафоне я задумала три призовых места. За первое, второе и третье место призы будут денежными. Также на протяжении марафона, ровно как и в прошлом марафоне Жир вышел из чата, каждую неделю я что-то буду разыгрывать для вас. На этой неделе за самое большое количество пройденных шагов я подарю леггинсы. Леггинсы от фирмы Нармо, безумно хорошего качества. Сама их очень часто ношу. Они сделаны из очень плотной ткани, логотип не стирается, красиво, плотно лежат на талии. Эти леггинсы точно станут классными спутниками в твоей спортивной жизни. Я их подарю тому человеку, кто нашагает большее количество шагов на этой неделе. Всю подробную информацию ты узнаешь в нашем закрытом чате телеграм. Шагай и выигрывай. Ну а мы начинаем нашу сегодняшнюю тренировку с разминки. Ставим ноги на ширине плеч и выполняем наклоны головы вправо-влево. Очень аккуратно, мягко мы начинаем нашу тренировку с разминки. На этом марафоне планируется 12 тренировок, 4 недели, 3 тренировки в неделю. Оставляем голову в левую сторону, голова наклоняется дальше вниз, а правая рука создает некое противодействие. Хорошо. Стоим. 3, 2, 1. И меняем сторону. Правая рука давит на высокой левой стороны головы, а левая рука наоборот стремится вниз. Чувствую легкое, классное такое растяжение. Хорошо. Наклоны головы вперед-назад по два раза. Медленно, ребят, выполняем это упражнение и делаем вот такие круговые движения в одну сторону медленно и во вторую. Ставим ноги шире, руки ставим на плечи и делаем 10 круговых движений вперед. Вот так. Разминаемся, готовимся к тренировке. Сегодняшняя наша тренировка будет устроена по системе ЭМОМ. Опять же, если ты проходил мои предыдущие марафоны, а точнее вышел из чата, ты знаком с этой системой тренировки. Хорошо. Ставим ноги еще шире и делаем мельницу. Выпрямляемся, наклоняем правую руку к левой ноге. Выпрямились. То есть, что значит тренировка ЭМОМ? Начинается минута. Мы выполняем упражнение определенное количество раз и до конца текущей минуты отдыхаем. Будет 20 разных упражнений. То есть, мы там работали 4-5 упражнений до выла, то здесь у нас много разных упражнений. Без повторов сегодняшняя тренировка. Еще ставим ноги шире и делаем боковые выпады, выпрямляя левую ногу. Правая нога, колено правой ноги стремится по диагонали в правую сторону. Выпрямляем, чувствуем растяжение внутренней поверхности бедра. Хорошо. Восходно. И еще раз. Задержались, выпрямились, спустились. Хорошо. И вниз. И вверх. Хорошо. Здесь остались. Поменяли сторону и сделали пружинки. Нога отступает дальше назад. Хорошо. Пружиняем, пружиняем, пружиняем. Ребят, готовимся. Сегодня будет классная тренировка. Ирка, как обычно, для нас постаралась. Поворачиваемся и пружиняем в другую сторону. У кого-то может погрустывать колени. Это нормально. Хорошо. И поднимаемся. Ставим ноги на ширине плеч. Правая рука тянется в левую сторону. Наш корпус с позвоночником легко и мягко смещается в левую сторону. Легкое скручивание такое происходит. Мы выполняем это упражнение медленно. Тянемся в стороны через вот эти два пальца. Мизинец и безымянный. Через них мы тянемся в противоположную сторону медленно. Как будто нас за эти два пальчика стенка нас тянет на себя. Вот так. Никуда не торопимся. Никто не видит, сколько упражнений ты сделал. Но только твое тело почувствует, как ты это сделаешь. Поэтому все, что ты делаешь, делай с максимальной пользой и с правильной техникой. Хорошо. Стряхнули ногами и сделаем 10 спокойных воздушных приседаний. Начали. Здесь выдох. Присели. Встали. Для тех, кому кажется, что приседание это очень легкое упражнение, и он на 100% уверен, что он приседает правильно. Спешу вас огорчить. Скорее всего, вы что-то делаете не так. Поэтому на следующей тренировке, на второй, у нас будет такой мини-урок на 3-4 минуты. Я вас научу приседать правильно с удержанием нейтрального положения позвоночника, так как я этому учу своих клиентов в тренажерном зале. Хорошо, ребят. Я хочу, чтобы с этого марафона вы ушли с некими знаниями, с некой базой, которая поможет вам тренироваться и дальше не только вместе со мной, но и с другими, если вы сделаете такой выбор. И еще два раза, и мы заканчиваем с разминкой. Хорошо. И начинаем нашу тренировку. Для сегодняшней тренировки из оборудования нам ничего не потребуется. Единственное, постелите коврик и приготовьте водичку. Мы начинаем первую тренировку из марафона реформа. Вы готовы? Мы начинаем первую тренировку. Я напоминаю, начинается текущая минута. Мы выполняем упражнения, которые показаны на предпросмотре на экране определенное количество раз и до конца текущей минуты отдыхаем. Первое – джампинг-джек. 30 повторений. Поехали. Каждый считает свои. Я буду тоже стараться не ошибаться. Прыгаем легко и красиво. Приземляемся на носочки. Стараемся не составлять дискомфорт для наших соседей. Колени отводим в сторону. 16. Давай, давай, давай. Еще чуть-чуть. Есть. Все. 20 секунд у меня осталось. До конца текущей минуты я отдыхаю. Делаешь, пока не доделаешь определенное количество раз. Следующее у нас отжимание. Спускаемся на коврик. Отжимание будем выполнять с колен. Обратите внимание, вот эта часть таза подкручена в себя. Мышцы живота напряжены. Делаем 15 повторений. Сначала сводятся лопатки. Обратите внимание, лопатки. Потом мы падаем вниз. Хорошо, давайте. Давайте еще немного осталось. Каждый работает в своем хриппе, в своем темпе. Мы только начинаем. Я специально выбрала такой вариант тренировки, чтобы каждый работал в своем темпе. Если ты чувствуешь и видишь, что то количество повторений, которые показаны на экране, ты не в состоянии выполнить, потому что ты только начал, потому что ты после перерыва, то снись себе пару повторений, но никому об этом не говори. Так, следующая у нас складка будет 20 повторений. Складка. Руки и ноги у нас соединяются по центру. Не плюхаемся на пол. Приземляемся аккуратно. Делаем выдох. Стараемся ноги держать прямыми. Ну, насколько это у вас получится уже. Хорошо. Ирка сделала. Ирка ждет тебя. Следующее у нас приседание. В приседании мы выполняем 30 повторений. Поэтому готовься, настраивайся. Пару глотков воды. Воду мы взахлеб не пьем. Меня на паузу не ставим. Для того, чтобы наглотаться. Есть прыжки в этой тренировке. Мы должны не подвергать стрессу наш желудочно-кишечный тракт. Хорошо. Это опять. Приседаем. Умничка. Давай-давай-давай дальше. Каждый старается, каждый делает это для себя. Поэтому не заваливай колени в центр. Нет. В стороны. В стороны. Вот так. Хорошо. Продолжаем, продолжаем, продолжаем. Я считаю на пальцах, потому что сколько я считаю, разговариваю. Я не могу параллельно делать два дела. Повторяем. Еще. Я не успеваю. Вот. Я наделываю. Стоп. Только сейчас я тут делаю червячок. Десять раз. А кто мне виноват? Надо было меньше разговаривать и чуть больше стараться. Где-то отдыхаем меньше на тренировке, где-то отдыхаем больше. Выполняем шаги на руках до высокой планки. Очень важно, когда вы достигли отрицательного паза движения, то есть, когда вы находитесь внизу, не проваливаться в пояснице. То есть, вот так вот и делать. Мышцы пресса зачем вам нужны? Чтобы напрягать их, чтобы они нам помогали в работе. Хорошо. Хорошо, девятки, давайте. Следующие выпады. Правая нога идет назад и на место. Делаем 15 раз. И отдыхаем до конца минуты. Стараемся таз не заваливать. Таз оставлять ровненьким. Вот так. 15 повторений. нам нужно выполнить с вами напоминаю, что каждый считает своим. На меня здесь ориентироваться не нужно. Все люди разные. У каждого разная физическая подготовка. Я могу ошибиться в своих повторениях, потому что видите, сколько я разговариваю. хорошо, ребятки. И последний раз. Правая нога отходила. Запомни ногу, с которой ты работал, потому что сейчас будет работать другая нога. Опа! А уже время. Хей-хей! Давай. Левая нога. Кстати, я по заметкам своих клиентов на работе вижу о том, что у них таз заваливается на одну сторону больше, чем на другую. То есть правая нога будет делать хорошо, а левая вот такая вот. Вот такая вот история. Поэтому старайся. Почему я так говорю? Не заваливай таз, не заваливай таз. Что-то пристала Ирка ко мне с моим тазом. Дело в том, что когда мы выпадаем таким образом, у нас вся нагрузка располагается на суставы. То есть не мышцы держат, а кости. Вот это вот вес нашего тела. И мы получаем из этого меньшую нагрузку на целевую мышцу. Хорошо. Я что-то сбилась. Ой, попеременное касание плеч из высокой планки. 40 повторений. Здесь стараемся корпус как можно меньше шевелить. Чем быстрее вы будете руки переставлять, тем быстрее вы закончите с этим упражнением. Я все. Хорошо, хорошо. Работаем. Еще 20 секунд у меня целых осталось. Думаю, когда же буду отдыхать на этой тренировке? Когда? Вот сейчас. Следующее, что мы сделаем с вами, скалолаз. Скалолаз. Обратите внимание, колено на скалолаз двигается к одноименной руке. Не сюда, не сюда. Делаем 20 повторений, но медленных. Не бегом, а шагом. Мышцы пресса максимально напряжены. Попу вверх не тянем. Таз подкручен. И касание, выдох. Касание, выдох. Пойдемте дальше. Со мной в следующее упражнение. Боковые выпады. 15 повторений я поставила, но так как это нечетное число, и одной ноге достанется меньше, чем другой, мы сделаем с тобой 16. Вот такие боковые выпады. Тянем и годицу назад, вытаскиваем, колено не заваливаем внутрь. Вообще, вообще, в идеале, чтобы ты тренировалась напротив зеркала. Почему? Чтобы ты отслеживала технику. Что ты там делаешь? Потому что очень часто тебе кажется, блин, по-моему, у меня все классно. Ведь не зря же в тренажерном зале стоят везде зеркала. Это не для того, чтобы люди фоткались. Для того, чтобы они отслеживали со стороны за своей техникой. Можно ускориться, чтобы успеть. Мне еще 6 повторений, а я еще... Следующее упражнение из планки в медвежью стойку. Это немножко маленькая жестяная жесть нас сейчас предстоит сделать с вами. 8 секунд. Мы из планки, из такой красивой планки, идем в медвежью стойку. Это первое повторение у меня было. Нужно сделать 20. Таз подкручен. Колени как можно ближе старайтесь приблизить к коврику. Не забывайте дышать. Дыхание не задерживаем. Глубокий вдох и выдох, когда вы выпрямились. Хорошо, ребятки. Это тоже сделали. Отдыхаем. Кому нужен глоток воды, ни в чем себе не отказывайте. У нас есть время для этого. А Ирка пока отдохнет. Дальше следующее упражнение. У нас сетапы нужно выполнить 20 раз. Стопа к стопе. И сделаем рывок. Это такая облегченный вариант складки. Пожалуйста, убедитесь в том, что когда вы поднимаетесь, вы точно касаетесь носков. 15 секунд у меня целых. 15 секунд осталось для того, чтобы отдохнуть. Есть такое желание остановиться на полпути, отдохнуть и продолжить. Не ведитесь. Смотрите. Приседаем. И удар в бок. Как будто мы боксеры стартовой позиции. У нас кулаки у подбородка. Сели. Встали. Вот это 6. Нам нужно сделать 16 повторений. Достаточно легкое упражнение. Как вы видите, у нас все пока без веса. Но это на сегодняшней тренировке. И тебе даю совсем мало времени в этот раз для раскачки. Для того, чтобы ты купила гантели или приготовила бутылки с водой. Потому что дальше нагружать нужно чем-то там гантели. Какое-нибудь оборудование, если у тебя есть гиря, штанга. Но идеально это гантели. Если у тебя их несколько. Что мы делаем, ребят? Отжимания. Подъем в планку. Касание ноги. Колено. Отжались. Поднялись. Коснулись. Кто может отжаться, подняться, коснуться, будет круто. Делаем 10 повторений. И последний раз. Все. Кто умеет отжиматься в сырьевых рук, поднимите руки. Хорошо. Следующее упражнение у нас на пресс. Мы делаем русские скручивания с вами. Готовимся. Потихонечку спускаемся на коврик. Поднимаем ноги в упоре. Угол желательно, чтобы был 90 градусов. Но это не принципиально. И делаем 30 повторений. Ребят, не просто двигайтесь вправо-влево руками, а убедитесь в том, что ваши подушечки пальцев коснулись пола. Так вы себя проверяете. Хорошо. Мы подходим к заключению. Это у нас вот такая тренировочка. Она может тебе показаться очень легкой. Ты подумаешь, Ирка, что-то тут не так с твоим марафоном. Но это только начало. Мы нагрузку будем наращивать. Так что, ребятки, выполняем джек-приседания. Присели, коснулись внешней части наших кроссовочек. Встали. Имитируем хлопок над головой. 15 штук нам нужно сделать. Обратите внимание на то, что здесь у нас узкая постановка ног. Ноги на ширине таза. Стопы параллельно. Но тем временем у нас колени идут в стороны. Идет небольшая ротация бедра во внешнюю сторону. Отлично. Каждый считает свои повторения. Ирка заканчивает уже. Последний раз. Молодец. И это сделали. Так, ребятки, становимся в планку. На высокую планку. Мы будем выводить руки вверх. Поднимается правая рука. Завелась под корпус. Вывелась вверх. На место. Легкое скручивание. Наверх. На место. Легкое скручивание под корпусом. Наверх. На место. Это три. Нужно сделать десять. Давайте вместе выполним это упражнение. Поймаем мой темп. На место. Скручивание. Это шестое повторение. Я могу вас подставить здесь. Своей невысокой скоростью. Может, ты хочешь быстрее отдохнуть. А мне нужно, чтобы ты чуть лучше сделал скручивание. И последний раз. Хоп. Вывел на место. Встал. Обрадовался, что закончилось. И это упражнение. И наше следующее упражнение. Это гиперэкстензия. Вводим руки перед собой. Ноги в упоре. Ноги не поднимаются. Поднимается только корпус. Лопатки сводятся. Делаем 15 красивых раз. Когда у нас рука сгибается, выгодится в суставе, лопатки сводятся. На этом моменте мы делаем выдох. Выдох. Угу. Хорошо. Отдыхаем. Следующий нас ждет прыжки из седа. Кто подумал, что их не будет, а вот ты и ошиблась на этом моменте. 15 штучек всего мы делаем. 10 секунд. 10 секунд. И мы начинаем. Постановку ног устраивайте на ширине плеч. Делаем приседания. И прыжок ровно настолько, чтобы у нас оторвались носки от пола. Сильно прыгать не нужно. Здесь мы не тренируем, не знаю, высоту полета. Поэтому легко и красиво. Ноги могут уже у тебя чуть подзабиться. Это нормально. Ведь мы их тренируем. Давай, 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 давай. Еще немного. Есть. Следующее, последнее упражнение у нас подъемы ног на пресс. И мы сами закончим первый тренировок. Представляете, а пока ложимся, расслабляемся. Устанавливаем руки под ягодицы. Вот это указательный палец с большим. Должны быть под ягодицы. Не ставьте всю ладонь под ягодицы. Выровняли ноги. И поднимаем. Ой, я не сказала, мы делаем 15 раз. А то я поднимаю ноги, думаю, приятно. Думаю, даже не сориентировала своих девчонок. Хорош. Кто закончил? Первую тренировку из варафона реформа. Тот я. Заканчиваем, заканчиваем. Минута еще идет, продолжается. Вы ноги поднимаете. Те, кто не доподнимал. Пять, четыре, три, два, один. Закончили. Хорошо, ребят. Спасибо, что вы были со мной. Но сейчас мы не прощаемся с вами. Те, кто хочет уходить, уходите. Вы поступите неправильно, если вы меня кинете на это моменте. Сейчас мы с вами сделаем небольшую растяжку. Мы нажимаемся на спину. Хорошо. Сгибаем правое колено. И заводим его через левую выпрямленную ногу влево. Старайтесь не отрывать правое плечо и правую руку вывести в сторону. Тем временем левая рука давит правое колено вниз. Мы чувствуем здесь легкое растяжение в ягодице и в пояснице. Дышим, расслабляемся. Здесь важно делать не просто вот таки, как будто вы крадете воздух, а раскрыть всю грудную клетку, наполнить ее кислородом. Возвращаемся в исходное положение и все то же самое мы проделываем с другой стороной. Вот так. Руку мы вытягиваем. Стоим, дышим, кайфуем, расслабляемся. Тренировка уже у нас позади. Умнички. Хорошо. Поднимаемся. Сгибаем одну ногу. Вот так вот левую, допустим. В коленном суставе откидываемся назад. Чувствуем, как у нас... Давайте я повернусь к вам с этой стороны, чтобы меня лучше было видно. Чувствуем, как у нас тянется передняя поверхность бедра. Нет разницы, с какой ноги вы начнете, потому что будем выполнять это упражнение на обе ноги. Не знаю, хорошая для тебя эта новость или нет, но в этом марафоне мы не будем каждую тренировку делать заминку. Я буду чередовать. Я вам обещала работу со стопой, потому что стопа – это единственные две точки, потому что две стопы, да, на котором базируется наше тело, то есть контактирует с полом. Если оно это криво делает, представьте, что со всем остальным каркасом. Представьте, что строят дом, и изначально, ну, чуть там где-то камень один не положили, где нужно, или он выпал из стройки, да? Что происходит дальше со всем этим зданием? То же самое у нас в нашем теле. То есть в течение жизни где-то там стопа пережалась, сжалась. Из-за неудобной обуви, знаете, есть такая обувь с острым носом, которая сейчас в моде, так скажем. Мы выстраиваем ладони вот так, и отклоняемся назад. Вот, и из-за ношения вынужденной носки, так скажем, модной обуви, наши пальчики все скомканы в них. Представляете, вот вспомните, какое облегчение вы получаете, когда вы дома сняли эту обувь. Что происходит весь день с вашими пальцами? Это все мы будем прорабатывать на тренировке. Но кому-то это может быть неинтересно, или скажете, у меня и так все нормально. Руку. Я вот что-то перестала комментировать нашу растяжку. Руку через сторону. Ну, это вы все знаете, потому что если вы сегодня здесь, то вы, наверное, не первый раз тренируетесь вместе со мной. О чем я говорила? А, что работа со стопой может быть интересна не каждому человеку. Может, кто-то живет в деревне, ходит босиком. Давайте вместе позавидуем этому человеку, потому что с его стопой с вероятностью на 80% все в порядке. Поэтому для тех, кому это интересно, пожалуйста, прикупите теннисный мяч. Он нам нужен будет. Ставим ноги вот таким образом. Локтями мы раздвигаем ноги в разные стороны и становимся такой, как йог. Некоторым людям будет неудобно держать всю плоскость стопы на полу. Кто-то будет подниматься, заваливаться. Сейчас почувствуете, где расположен ваш вес, где располагается, потому что он может быть завален на внутренней части стопы или наоборот на внешней. Переставим наши руки на коврик и надавим больше. Вот так. Приподнимитесь на носки. Почувствуйте, как у вас тянется внутренняя поверхность бедра. Приземляемся обратно. Поднимаем таз. Через приставной шаг мы содим наши ноги вместе. Опустили руки, расслабились. Теперь представьте себе, что наш позвоночник – это бусы. А наши позвонки межпозвоночные – это бусинки. Наша с вами задача – поднять бусинка за бусинкой нашу спину вверх, выталкивая таз. Хорошо. Поднимаемся. Отлично. Спускаемся через голову. Вот у нас бусы. И первое – это голова. Веряет вниз. Давайте, давайте, давайте. Не торопитесь, пожалуйста. Здесь мы уже все успели, то, что нужно. Останьтесь, расслабьтесь. Руки висят как нитки, подбородок расслаблен, шея расслаблена. Теперь, начиная с таза, подкручивая его немножко вперед, мы задаем направление движения через поясницу. Потому что у всех это сразу же грудной отдел. Все думают, что они поднимаются, как бусинки. А вот так вот это все происходит. То есть отсюда идет движение. Еще раз. Спускаемся вниз. Спускаемся медленно. Все расслаблено. И теперь таз вперед. Хорошо. Поднимаемся медленно. Позунок за позунком. Хорошо. Спасибо вам за компанию, за эту тренировку. Спасибо, что вы выбрали меня и присоединились к моему марафону реформа. Я, в свою очередь, постараюсь вас не разочаровать и дать вам максимальный результат.